Здравствуйте! С вами программа «Дорога к храму» — совместный проект телеканала Первой Ярославской и Ярославской епархии. В сегодняшнем воскресном апостольском чтении мы слышим рассуждение апостола Павла о знании и ответственности за него христианина. «И вначале ты, Господи, основал землю, и небеса одела рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но ты тот же, и лета твоя не кончится. Кому же тогда из ангелов сказал Бог? Сиди одесну меня, доколе положу врагов твоих под ножа ног твоих. Не все ли они суть служебной духи, посылаемая на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление непослушанием получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознерадев от оликом спасения, которое, быв сначала проповедовано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него? Само послание к евреям апостола Павла призвано доказать читателю, что Иисус Христос и есть Царь Израиля и Царь Мира, Мессия и Сын Божий. В тексте Христос сравнивается с первейшими авторитетами религии Израиля, с Моисеем и Аароном, Иисусом Новином. Первое же из сравнений с ангельским миром кажется нам несколько странным, ведь объективно понятно, что Христос, как Мессия и как Сын Божий, безусловно, выше всякого творения, в том числе и любого служебного духа. Однако при чтении апостольских текстов, как, собственно, при чтении любого библейского текста, важно учитывать их культурно-исторический контекст. Часто в нас вызывают снисходительную улыбку прямолинейные евангельские пассажи, описывающие ответ апостолов на ту или иную фразу Христа, как, например, «Берегитесь закваски фарисейской», — говорит своим ученикам Христос. Евангелист же подчеркивает, что они рассуждали между собою, это значит, что хлебов у нас нет. Какое непонимание? Ведь, казалось бы, такая простая идея. Простая, но для кого? Мы имеем понимание или надежду на то, что имеем понимание, только в виду того, что за нами стоит двухтысячелетняя христианская культура, которая всею свою мощью вручает это понимание тому, кто имеет хоть какое-то с нею соприкосновение. Если бы мы оказались лицом к лицу со Спасителем, не имея этого мощного бэкграунда, то мы, наверное, представляли бы из себя значительно более жалкое зрелище, чем ученики Христовы, недоумевающие о словах своего Учителя. Аналогично и в данном фрагменте. Вопрос о избыточном, недолжном почитании ангельских сил был непраздным для данного периода времени. Богословие, связанное с ангелами, активно развивалось в целом ряде около иудейских сект, как до появления Нового Завета, так и после него. Для того, чтобы ложные богословские мнения не проникли в христианскую общину, апостол Павел системно проговаривает «Единородный Сын Отчий премного и принципиально выше всякого творения, в том числе и совершенных ангельских сил». Далее автор переходит к практическому измерению сказанного – соблюдению закона, преподанного Сыном Божиим. По мысли автора, совершенно однозначно, «Если нуждается в исполнении и соблюдении закон, преподанный через служебных духов посредников, то насколько более ответственность тех, кто принимает закон, от непосредственно Бога». Действительно, вся новизна Христового служения кроется именно в этом – в вовлеченности Бога в судьбы творения. «Не из-за облачных высей повелевает божество своим последователям принимать одно и воздерживаться от другого». Именно в Христе мы видим меру любви Бога к человеку. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Господь Сам своими делами показывает, что нужно делать и чего нужно отвращаться. Отсюда принципиально иная мера ответственности слушающих. Так как Слово даже проповедуется не некими проповедниками, а людьми, которые непосредственно видели Его мертвым и воскресшим. Если для несоблюдавших завета Ветхого, с точки зрения автора, уже нет никакого оправдания, то ответственность тех, кто получил завет новый, абсолютно. Но Христос не оставляет нас с этой ответственностью один на один. В нем находим мы не только судью и законодателя, но и друга и спутника на дороге в Царство. Сегодня мы находимся с вами в храме Архангела Михаила, одном из древнейших приходов города. Хотя храм, стоящий здесь, построен в 17 веке, однако приходу более 800 лет. Архангел Михаил – покровитель воинства, сам небесный архистротик. Однако здесь почитается и другой воин, сумевший от Отечества земного приблизиться к Царству Небесному, преподобный Илья Муромец. Об этом мы поговорим с клириком храма Архангела Михаила и Иреем Дмитриевым Бузиным. Отец Дмитрий, имя Ильи Муромца знакомо, наверное, каждому русскому человеку. Однако знакомо оно, как правило, применимо к былинам. Здесь же мы видим икону преподобного Ильи. С чем, в принципе, связана история ее появления, почему этот образ присутствует в храме? Ну, история появления в храме иконы связана с нашим движением Баркеров, и они входят в состав Афонского общества в России, и отделение как раз Ярославское. И они решили подарить именно храму икону Ильи Муромца, защититься мощей в честь того, что святой преподобный Илья Муромец был воином, защитником нашей страны и окраин. Почитание его является очень древним, но люди почему-то его более воспринимают как былинного героя, а не святого. А мы воспринимаем, как в первую очередь, воина Христова за нас. Отче, вот уже определенное количество лет этот образ присутствует в храме. Может быть, за это время сложились какие-то особенные праздники на память преподобного? Или как-то особенно почитается его память, как-то молитвенно прославляется? Его память приходит на 1 января, что совершает очень хороший праздник для нашего прихода. И уже на протяжении нескольких лет мы уже организуем в этот день День Богатыря, его память, начиная с Божественной Литургии, потом продолжаем молебном преподобному Ильи Муромца. А после продолжается семейный праздник 1 января, когда люди именно приходят после празднования Государственного Нового года всей семьей и празднуют, где каждый может проявить себя в силе, в смекалке, в выдумке. Ведь Илья Муромец был не только силой, но и умный, и добрый, и любивый. И вот дети к нему приходят с любовью, потому что, зная его, как, в первую очередь, герой Белинного. Очень благодарим за рассказ. А мы беседовали с вами с клириком храма Архангела Михаила и Иреем Дмитрием Бузиным. Итак, образ с 1 октября 2007 года, перенесенный из Мурома крестным ходом, занял свое прочное место на карте святыни города Ярославля. Отныне к нему может прийти всякий, для кого слова «долг», «честь», «вера» и «отечество» являются непустым звуком. Настало время ответов на ваши вопросы. Итак, первый из них. Есть семинаристы и священники, отращивающие волосы или стригущиеся. Отчего это зависит? Почему у священнослужителей столь разный внешний вид? Имеет ли это вообще какую-то роль и ценность в глазах как церкви, так и Бога? Объективно, самый простой ответ здесь «нет» не имеет. По факту, говоря о внешнем виде, мы должны понимать, что христианство говорит не о каких-то маленьких конкретных измерениях человеческой жизни. Оно говорит в общем и целом о том, как человеку достичь царства. Поэтому, безусловно, христианская практика не рассматривает вопросы внешнего вида, того или иного типа одежды, ношения определенной длины волос и чего-то подобного. Если мы слышим о том, что вот церковь говорит, что такой-то внешний вид хорош, а таков-то плох, по факту это скорее некое преувеличение. Нет никакого внешнего вида, который хорош или плох для Бога. Бог судит человека не по внешнему, а по внутреннему. Как, к примеру, сам Христос в своем диалоге с иудеями говорит о том, что не то, что, к примеру, входит в человека, оскверняет его, приводя здесь пример какой-то запрещенной пищи, а то, что исходит из человека, оскверняет его, так как все исходящее рождается в сердце. Аналогичным образом и здесь. Говоря о внешнем виде не только священнослужителей, но и мирян, мы должны совершенно четко понимать, что в общем и целом главное, к чему он призван, это в какой-то мере, в большей или меньшей, пытаться отразить какое-то внутреннее содержание человека. Как правило, неосознанно так и получается. Поэтому еще раз повторюсь, нет ни длинных волос хороших перед Богом, ни короткой стрижки, которая ему противна, ни каких-либо других подобных вещей. Единственное, что неприятно и тяжело для Бога, это согрешение, которое совершает человек. И, соответственно, ничто не так приятно ему, как добрые дела человека. Наш второй вопрос на сегодня. Я соблюдаю пост. Мой муж крещеный, но пост не соблюдает. Как нам поступать в плане не только общего стола, но и общих супружеских отношений? Действительно, в обществе, где выбор веры веры является абсолютно внутренним установлением каждого из нас. И это, собственно, единственный правильный и возможный вариант. Чистые ситуации, когда люди, которые определяют себя как часть одной и той же веры, когда оба считают, что они православные христиане, однако имеют очень разную практическую степень вовлеченности, очень разную практическую степень реализации своего внутреннего убеждения. Вопрос с Великим постом здесь, наверное, наиболее прозрачный ввиду того, что его пытаются соблюсти все-таки в большей степени, чем любую другую аскетическую практику в рамках постов, предлагаемых Церковью. Апостол Павел дает здесь совершенно конкретную рекомендацию, которая применима не только к этому узкому случаю, но и, в принципе, к христианской жизни. Он говорит, что воздержание супругов от общения друг с другом в плане именно супружеского общения возможно только по их взаимному согласию. Ввиду того, что так они будут двигаться вперед в рамках своей духовной жизни, в противном же случае один человек будет совершать против другого. Поэтому в данном случае, если один из супругов желает нести пост, а другой не готов к этому, между ними должно быть найдено какое-то среднее решение. В любом случае, снисхождение должно быть здесь оказано однозначно. Свои вопросы о интересующих вас особенностях духовной жизни вы можете присылать нам по электронному адресу, который вы видите на экране. С вами была программа «Дорога к храму» – совместный проект телеканала Первой Ярославской и Ярославской епархии. Вы можете видеть нас каждое воскресенье в 11 часов утра и в 18 часов вечера. Мы прощаемся с вами до следующих выходных. Благословение Божие да пребывает со всеми вами! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова